В поддержке ветеранов Второй мировой войны. Депутат Блока коммунистов и социалистов Елена Боднаренко отметила, что поколение детей войны вышло на пенсию до реформы 1998 года, и поэтому у них самый низкий коэффициент начисления пенсии. Чтобы изменить эту несправедливую ситуацию, предложено изменить закон о ветеранах и ввести в него новую категорию – дети войны. Это позволит гражданам из этой категории получить целый ряд социальных гарантий, в том числе приоритетное право на получение льготных лекарств. Мы предлагаем целый ряд социальных гарантий для наших сограждан, которые подпадают под эту категорию. Еще раз повторяю, те, кому на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Включая ежемесячную выплату в размере 500 леев, включая льготы на проезд в общественном транспорте, включая льготы на приоритетное получение путевок на санаторно-курортное лечение или по выбору оплата денежной компенсации вместо этих путевок. Другая инициатива депутатов блока – это повышение стипендий студентам в три раза. На повышение стипендий для студентов, вывод ее на уровень минимального прожиточного минимума. К большому сожалению, на сегодняшний день и в последние годы стипендия повышалась нерегулярно и совсем маленькими темпами. Так, согласно статистике, всего 35% эта стипендия покрывает от минимального прожиточного минимума, который зарегистрирован в Республике Молдова. Парламентарии от оппозиции уверены, средства на эти инициативы найти можно. Так, Петру Бурдуже предложил, например, вернуться к девяти министерствам, как это было раньше, или выключать фонтаны у госструктур в дождливую погоду. Плюс-минус, эти проекты оцениваются в 210-212 миллионов лейф ежегодно. Первый источник. Как вы помните, многие партии в предвыборной кампании заявляли, что ежегодно госбюджет теряет около 20 миллиардов лейф из-за коррупционных схем по закупкам, от контрабанды, от коррупционных схем по лоббированию бизнеса. Мы считаем, что было бы правильно, чтобы часть из этих средств пошла на внедрение социальных проектов. Другим источником экономии является та часть бюджета, которая предусмотрена на оснащение госучреждений мебелью, оборудованием, ноутбуками. Также можно сэкономить, если запретить назначать на государственные посты двоюродных сестёр, тёть, тёщ, сожительниц, где они в среднем получают зарплату в 27 тысяч леев. Социальные инициативы депутатов от блока коммунистов и социалистов зарегистрированы в секретариате парламента. Депутатам от правящей партии предложено проголосовать за них, чтобы эти документы были приняты и вступили в силу уже с 1 января 2022 года.